Нейронаука Нейронаука — это область знания, изучающая работу самого сложного и, наверное, самого загадочного объекта во Вселенной — человеческого мозга. Вот о тайнах мозга мы и поговорим сегодня в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Спанченко. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Нейрофизиолог, профессор Нейронаук Самарского медуниверситета, заслуженный деятель наук Самарской области. Ну и, если хотите, властелин мозга. Вот так вот, Василий Федорович, я вижу ваши регалии. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы работаем в прямом эфире. Можете воспользоваться уникальной возможностью задать вопрос профессору. Телефон 202-11-22. Мы ждем здесь ваших звонков. А у меня самый, собственно, главный вопрос. А можно на мозг воздействовать извне? Если задуматься, что творится на планете Земля от самых простейших до самых сложнейших, а это человек, наверное, да, то Солнце воздействует прежде всего на мозг извне. Потому что наше зрение — это восприятие какой-то там информации, зрительной, визуальной информации. Но параллельно человечество было в невежестве великом в том, что там есть еще и незрительный путь в мозг от Солнца. Вот, я вас вижу. Все, что происходит в студии — это зрительная система. Какой еще? А есть еще система, которую, господа ученые, давно назвали циркодианной системой мозга. У каждого человека и у большинства животных, а даже у дрозофил, в ее там мозге, дрозофильном простейшем, есть часы, биологические часы, которые настраивают каждую клетку организма человеческого, все эти миллиарды клеток, на суточный ритм, день и ночь. Хотел бы этого человек или не хотел бы, он просто об этом не знает. Но этот суточный ритм как раз и задает то здоровье, которое у человека есть каждый день на протяжении всей его жизни. Вот если этот суточный ритм распадается, разваливается, нарушается, обычно люди говорят, нарушается здоровье, ухудшилось здоровье, то она когда ухудшилась? Когда циркодианные биоритмы каждой клетки давно уже ухудшились. Так вот, вся современная нейронаука наконец-то вспыхнула этим удивительным знанием, что зрение — это зрение, а циркодианная система и рецепторы, которые есть в сетчатке глаза человека, еще одна тайна открытая — это всего-то 20 лет назад. Поэтому вся эволюция человека, вся научность до этих 20 лет назад, она исходила из ложных представлений. Что такое циркодианные ритмы и зачем нужно солнце? Наконец-то это открытие состоялось, и оказывается, что солнце-то необходимо человеку, чтобы после ночного сна он выключился, биоритм сна, и переключился на биоритм дня во всех своих клетках. А вечером слегка притормозил начало ранней сонливости. И это обусловлено тем, что само солнце и те лучи, которые проходят через атмосферу, создают вот этот удивительный фон, о котором, в общем-то, ученые не знали до 2000 года. Но бессознательные все живые существа, кому повезло быть на солнечном свету, они все с этим биоритмом в дружбе. Но Гомо Сапиенс ушел в студию, в дом, в квартиру. Ну, смотрите, сейчас же очень многие люди живут, так ночью работают, до полудня спят. И вы хотите сказать, что вот это собственноручное разрушение своего здоровья получается? Ну, если он устроился на такую работу, конечно, собственноручное. А так это такой социальный навык, с которым приходится жить. Тот же врач, ночные дежурства и так далее. Это приводит к тому, что примерно на неделю в биоритме, одна бессонная ночь, на неделю биоритмы разваливаются у человека. Так же, как человек, пересекающий многие часовые пояса, jet lag, так называемый, тоже у него биоритмы нарушаются. Мы привыкли к этому световому ритму. А переехав там на 12 часов в противоположную сторону земного шара, мы попали совсем в другой ритм. И нужна адаптация. Но для того, чтобы не гоняться за солнцем, не тратить время и не наблюдать это солнце в отчаянии, потому что работать надо, жизнь идет и так далее. Вот как только стало известно об этом новом пути, влияние солнечного света на мозг человека и на его здоровье, я тут же запатентовал это устройство, которое лежит вот на этом столе. И назвали его, конечно, не по-русски совершенно, blue sky, ну, голубое небо. Наверное, все-таки большинство поймут, что это такое, да? И смысл этого голубого света в этом источнике в том, что он, дублируясь, определенный спектр солнечного света, необходимый, чтобы циркодианные часы работали. Ну, а как именно вот им нужно пользоваться? Да пользоваться просто. Поскольку ночь закончилась, гомо сапиенс такое устройство одевает. И делая свои дела текущие, пока там что-то поутру, он успевает там за минут 15. Если касается меня, то я больше 30 секунд вообще их не ношу. Почему утром? Потому что в утреннее время солнечный спектр именно для циркодианных часов. То есть сейчас вот вечером бесполезно их надевать? До 6 часов. Я хотела посидеть, пока, думаю, вы рассказываете, я как раз заряжусь. До 6 часов, ну, в принципе, мы можем плюс-минус час туда, так сказать, сдвинуться. И вот сейчас как раз то время, когда вечернее солнце, я, так сказать, имитирую этим устройством. Ну, так, пока мы сидим, разговариваем, у меня вполне достаточно этого времени. Ну, то есть это для человека, который не выходит на улицу? А человек часто выходит на улицу. Ну, все по-разному, наверное. Ну, я думаю, там солнца нет. Смотрите, октябрь берем, да? Летний период, слава тебе, Господи, как говорится, солнечный, да? И человеку достается этого света. А октябрь и по февраль, 8 часов темноту, свет, который искусственный, господа, он не нужен циркодианной системе. Она не чувствует его. Вот и все. То есть проснулись вы утром, нет солнца, свет включили, циркодианная система спит. Да, я условно говорю, да? Так сказать, упрощенно спит. То есть она так как была ночью, так и осталась. Далее человек вышел на улицу темно, переместился на работу, снова в помещение, нет никакого солнца. И так изо дня в день, из недели в неделю, месяц, год и так далее. К чему человечество пришло? К чему? Диабет второго типа, все возрастные нейроэндокринные заболевания, даже Альцгеймер и Паркинсон появляются у тех людей. От недостатка солнца? У которых уже биоритмы эти посыпались. Но природа же сама сокращает световой день зимний. Природа сокращает, но человек умный. Поэтому он его расширяет вот такими устройствами. И люди, живущие вот в таких затемненных природных условиях, а в Самару в зимнее время это затемненная все-таки среда. А выше, идем к северу, достаточно много заболеваний, чем севернее, тем больше депрессии. Даже в цивилизованных странах, в которых уровень жизни людей высокий, Норвегии, Финляндии, там и так далее, чтобы не обеспечить людей. Не обеспечили этой идеей. Не дошла до них еще эта наука. И что депрессии больше, чем на нашей самарской широте. Вот это разработка наша, самарская, ваше личное, запатентованное изобретение. И больше такого прибора нет нигде. В стране нет, но за рубежом прототипы 4 я нашел. То есть народ тоже туда идет, в эту сторону. Особенно здесь есть своя, я уж не буду утомлять, времени мало же у нас в программе, да, деталями какими-то. Но, так сказать, подводя резюме, если мы не заботимся и не думаем об своих биоритмах, не знаем, как их привести в здоровое состояние, это все равно, что утром человек просыпается, там чистит зубы. Ну, наверное, 99% человечества знает, что это нужно делать. Да? Конечно, наверное. Ну, ну, 99% человечества не знает, какую услугу Солнце ему оказывает, от которой он отвернулся. А вторые очки? Ну, вторая система, она тоже, так сказать, связана с биоритмами, здесь долго можно не разговаривать. Это система по, так сказать, поэлектроннее, естественно, да, и у нее там свои особенности. Но есть еще один подход, это тоже по теме, кстати. Есть один вариант, когда я могу смотреть в сторону Солнца, но вот этот темный диск на этих зеркальных очках, это ультрафиолетовые фильтры, эти темные диски, они мне перекрывают солнечные лучи, прямые, попадающие на поле фовое центральное. Это центральное зрение наше, самое качественное, самое тонкое. Вот там нет рецепторов, которые контролируют циркодианные ритмы, вот в этом местечке сетчатки. Поэтому я поставил эти темные диски на очки, и утром или вечером, если есть шанс такой, я могу так же, как вот на этот софит, обратить свой взор, но я Солнца не увижу, оно спрячется за этим темным диском, а вокруг солнечный поток попадет на ту часть сетчатки, где есть эти самые рецепторы, нормализующие мои циркодианные часы. Поэтому, либо вот это, это в квартире, это на работе, это в поезде, это в самолете, а это когда лето и солнце. Попробую подвести резюме под тем, о чем мы сейчас с вами поговорили. Биоритмы необходимо восстанавливать человеку самостоятельно, и для этого разработаны вот такие приборы. Если Солнце недостаточное в образе жизни человека. Да, но если он не живет на экваторе, да? Да, почему на экваторе? Кто рано встает, тому Бог дает. Может быть, в этом смысл другой? Что он видит Солнце и здоровее становится. Можно задуматься. Я предлагаю, Василий Федорович, сейчас все-таки посмотреть еще одну разработку вашего НИИ, для того, чтобы зрители тоже могли увидеть. Мы уже говорили в этой студии про умную одежду. Ну вот сейчас есть возможность увидеть ее зрительно. Давайте посмотрим. Она считывает импульсы, поступающие в мышцы во время работы тела и передает информацию на компьютер. На вооружении медиков клиник СамГМУ появилась «Умная одежда». Это совместный проект самарских врачей и их коллег из Нижнего Новгорода производят умную одежду в Самарской области. Перед вами изображение, на котором мы видим места, отмеченные точками, куда прикрепляются электроды для более четкого проведения исследований. Мы выбрали эти места, потому что это наиболее рабочие зоны человеческого тела. Основные мышцы – бицепсы, трицепсы, грудные мышцы, дельты. С помощью «Умной одежды» можно составить правильную программу тренировок для спортсменов. Ведь человеку порой непросто оценить нагрузку на тело и понять, работают ли нужные мышцы и правильно ли они это делают. Датчики считывают импульсы, поступающие в мышцы, и передают информацию на компьютер. Остается лишь провести анализ результатов и составить план тренировок. Основные цели наши направлены с этой именно одеждой – это запись электромиографии, допустим, спортсменов во время тренировки. Для просмотра, какие мышцы активны, какие менее, какие хуже активность имеют. И тем самым балансировать какую-то программу тренировок, индивидуальную выбирать. И второе – это, допустим, люди, которые просто какие-то, скажем, паразии, например, да, смотреть на различные мышечные недостаточности и как-то их пробовать, ну, избавлять людей от них. Еще одна задача умной одежды – помочь человеку в процессе реабилитации, к примеру, после аварии или перенесенного заболевания. Медики формируют базу данных упражнений и активность мышц при их выполнении. Затем сравнивают базовую картину с движениями конкретного пациента, выявляют дефекты и назначают индивидуальную программу лечения. Да. Ну, я так поняла, это не только для спортсменов, да, все-таки одежда, а еще и для тех, кто травмы какие-то перенес. Ну, как речь идет о здоровье, спортсмены все-таки здоровые, им нужно навыкам правильным обучаться под контролем такой одежды. А вот люди, у которых появились проблемы с движениями, например, перенесенный инсульт, травма мозга или еще какие-нибудь, так сказать, ситуации такие возрастные, дегенеративные, появляются дефициты в движениях и так далее. Такая одежда позволяет при реабилитации, без всяких проводов, давая нагрузку реабилитационную такому человеку, задавать программу правильную развитие тех мышц, которые оказались в проблемах. Вот, собственно, самая прелесть вот этой всей, когда без проводов под руководством доктора пациент выполняет нужные упражнения физические, нужные, ненужные, так сказать, какие ему прописаны. Но при этом доктор видит, что происходит с этим человеком объективно и исправляет эту программу, добавляет и видит эволюцию, то есть улучшение. И в отличие от человеческого глаза прибор уже не ошибается. Ну, конечно, объективный, так сказать, контроль. И, естественно, будет сокращаться и период реабилитации, и совет будет более грамотным, чем давайте сделаем 100 упражнений, а потом у вас, наверное, что-то получится. Для тех, кто опоздал к началу программы, я скажу, что сегодня у нас в студии Василий Пятин, нейрофизиолог, профессор НИИ нейронаук Самарского медуниверситета. Мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопрос, можете набрать номер 202-11-22. Василий Федорович, мы с вами говорили про здоровье и биоритмы, но здоровье, на самом деле, можно ведь на массу категорий разделить. В частности, например, существует такое понятие, как социальное здоровье. Может ли нейронаука посредством мозга повлиять еще и на улучшение социального здоровья? Социальное здоровье. Относительно недавно, могу сказать искренне, относительно недавно вдруг обратили внимание на то, что называется социальный мозг человека. Многие. Дожили. Дожили, конечно, да, дожили. Многие там стороны зрительная система, двигательная система и так далее. И вдруг, так сказать, Господи, мы же самые социальные существа, более чем кто-либо. И что же лежит в основе мозговой деятельности, вот эти законы, которыми мы, так сказать, сами того не ведая, управляем своим социальным поведением. И оказывается, что та же нейрофизиология, которую мы, так сказать, в нашем нейронауке, так сказать, используем для своих там целей, она прекрасно подходит для того, чтобы разобраться, как работает, как функционирует то, что называется социальный мозг. Но самым таким значимым вот сейчас на данном этапе, да, и, собственно, я первую лабораторию сделал по нейросоциологии, мне кажется, даже в мире. Потому что сама концепция нейрофизиологии там разрабатывалась некоторыми, один-двумя-тремя, причем психологами. Потому что они сообразили, что, в общем-то, все психологическое имеет крылья-то в мозге, а не где-то там. Ну и вот я организовал лабораторию нейросоциологии у нас в НИИ нейронаук. И в настоящее время самым ценным в этом направлении является, конечно же, это то, что называется эмпатия. Понять, кто из нас с вами или с другими людьми сочувствует друг другу, понимает. А кто для тебя токсичный человек, да? Кто токсичный для тебя, и вообще надо ли тратить время на это. А делается это очень просто. Тоже какие-то очки надеваются? Нет, для этого нужно взять электроэнцефалографическую всю технологию. Вот у нас там на 128 каналов отведения. Два человека, например, вы одеваете такой шлем, я одеваю такой шлем, и мы начинаем eyes to eyes, face to face, как говорят, вести диалог, который самый ценный. Не просто куда-то там говорить, а вот так в глаза глядят друг к другу. И если мы в ритмах нашего мозга не видим синхронии, зря сошлись в этой беседе. Ну а какое практическое применение тогда? Ну, например, ты выбираешь себе, условно говоря, пару на всю жизнь, можно воспользоваться, допустим, да? Да, не можно, а это самое классное, когда можно задать задачу, либо это можно на экране показать, так сказать, идентичные задачи. Но мы пошли дальше, мы, так сказать, одеваем очки виртуальной реальности, и там можем задать такие проблемы, в кавычках проблемы, да? Идентичные ситуации, в которых будет понятно, а вообще вы поймете когда-нибудь друг друга или нет? Ну а кроме выбора спутника жизни-то еще что-то можно спутника? А здесь, например, лидер и набор команды, первое. Второе, это ведь два человека, а когда мы в такую ситуацию заводим несколько человек, а если... HR-службы, наверное, все мечтают о таком... Да, да, но когда мы диалог заводим в той же виртуальной реальности на 2, на 3, 4, 10 человек, мы решать начинаем совсем другие проблемы социального взаимодействия. И кто-то из этой команды никогда не попадет в будущее, он зря сюда пришел, это как маленький, но приговор о качестве социального мозга, эмпатийности мозга кого-то. То есть это еще и опасный прибор? Ну, он, в общем, да, диагностирует, а вы его способны там сопереживать. Некий такой детектор лжи. Детектор эмпатии. Это не лжи, это эмпатия. Ну, конечно, человек не знает же, что у него есть такой вот социальный мозг с его эмпатийными такими трендами. А скажите, вот человек идет на медицину, и наверняка от того, как он говорит, как он ведет, как он сочувствует, как он понимает своего пациента, зависит больше, может быть, чем само лечение. То есть вы студентов тестируете, наверное, уже медиков? Ну, по крайней мере, к этому мы пойдем. Вот в чем дело. Потому что кто-то из пришедших в медицину, он не должен идти к пациентам. Ну, не дано. Это же генетика еще мозга, да? И развивать это сложно. Вот реально сложно. И здорово бы это было уже на этапе абитуриентства, наверное, все выявлять. Ну, нет, это достаточно, наверное... Человек просто не тратил свои шесть лет обучения. Ну, скорее всего, это для тех, кто сомневается в выборе, потому что все-таки большинство, которые выбирали это осознанно, у них наверняка этот компонент эмпатийный был врожденным. Ну, осознанность тоже субъективный такой фактор. Очень хочется побольше разных сторон вашей работы посмотреть, поэтому сейчас предлагаю еще один сюжет, снятый в ней нейронаук, и мы продолжим разговор. Предотвратить болезнь Паркинсона, Альцгеймера, развитие депрессии, снизить уровень повреждения мозга после инсульта. В клиниках сам ГМУ появилось уникальное оборудование, которое позволит бороться с болезнями 21 века. Оно воздействует на рабочую память человека, который сохраняет и удерживает только что полученную информацию и позволяет с ней работать. Во-первых, мы решаем фундаментальные задачи, то есть с помощью ТМС, а еще совмещенной с электроцифлографией, мы исследуем характер связи между структурами головного мозга. Плюс далее эта информация позволяет нам разработать протоколы по диагностике и лечению нарушения связи между структурами головного мозга. Пока оборудование только проходит апробацию, медики проводят тесты для студентов-добровольцев, затем составляют программу лечения и оказывают воздействие на их память, подбирая индивидуальные характеристики для каждого человека. Определить точность воздействия на клетки мозга помогает томограмма. Транскраниальная магнитная стимуляция – это не фармакологический метод воздействия с учетом индивидуальных особенностей конкретного человека, с учетом режима работы мозга, соответственно, в норме. Плюс еще когда мы берем МРТ конкретного человека и эти снимки загружаем в программу, мы более локально четко воздействуем на структуру головного мозга и тем самым повышаем эффективность терапевтического воздействия. В дальнейшем оборудование поможет восстанавливать рабочую память тех, кто пережил инсульт или находится в депрессии, что тоже приводит к когнитивным нарушениям. Устранить проблемы, связанные с возрастными изменениями мозга. Таких уникальных приборов в России два. Второй находится в Медуниверситете Москвы. Вот я услышала все-таки ответ на свой первый вопрос, что вы воздействуете таки на мозг извне. И так тоже. И так в том числе. То есть электромагнитные стимулы. Ну вот сразу слова, которых всем мы, наверное, боимся в жизни, из-за них сразу и цепляешься. В частности, давайте про инсульт. Я так понимаю, что это может здорово помочь в восстановлении после перенесенного инсульта. Правильно? Да. В сюжете это не прозвучало, а самое ценное в практическом применении вот такого устройства, так сказать, рабочая память, это, как говорится, слава богу, да? Восстанавливается так восстановится. Но все большинство людей живет в своих привычках моторных, двигательных, которые потом, какая-то часть из них исчезает. Там парализованная рука, парализованная нога и так далее. И это прям катастрофа. Которая участвует в этом. И еще часть мозга, которая просто молчит. Зачем? У спортсмена она включится, потому что у него очень сложные движения, качество движений. А у убывателя это достаточно простые движения. И только часть мозга, предназначенная для ходьбы, для движения рук и так далее, работает на эту функцию. И вдруг случилась такая катастрофа. То есть рука не работает, нога, например, там не работает. Значит, поражение в той части, которая участвовала в жизни. Да. Но часть мозга еще сохранная может быть. Которая не участвовала в этих движениях. Но может научиться этому. И вот когда пациенты приходят на... Такие пациенты приходят вот в такую лабораторию, назовем ее она, клинического направления лаборатория. С помощью транскраниальной магнитной стимуляции можно выявить, какие участки мозга у этого человека. Остались сохранными, несмотря на инсульт. Потому что там визуально видно при стимуляции мозга, что какая-то мышца, это та, та мышца начинает сокращаться. Движения появляются. А значит, эта молчащая часть мозга должна быть включена в реабилитационный процесс. Можно обучить другим каким-то... Да, да. Почему после инсульта восстанавливаются движения? Ну, восстанавливаются. Не потому, что пораженная часть выздоровела. Нет. А потому, что научились до такого молчащие отделы мозга участвовать в этом движении. Ну, в таком случае, Василий Федорович, вы же должны нам явить какие-то невероятные достижения в лечении деменции и болезни Альцгеймера. А подходы те же самые. Те же самые. Оставшиеся сохранные участки мозга, мы первую часть про них сказали, что к ним придут, если с солнцем не дружим, да, в конце концов. Но не все. Потому что у каждого генетика своя, и не все приходят к таким катастрофам. Но у этих людей, ну, рабочая память там или движение начинает страдать, множественный склероз, паркинсон и так далее. Ведь тоже часть мозга у этих людей не демонстрирует себя. Она там где-то в тени. Она не работала, она не участвовала в этом движении. И вдруг все увидели патологию. Так надо найти ту часть и разбудить ее, которая подключится к этим вдруг неприятным симптомам. И дать человеку шанс продлить эти свои когнитивные, моторные возможности. Ну, в общем, качество жизни. Такого человека сделать им лучше, конечно же. То есть пробуждение молчащих отделов мозга – вот самое классное вот в этой методике. Но это же получается, что прекрасный инструмент в борьбе практически с катастрофой вот сегодняшнего времени. Да, да. Потому что деменция и Альцгеймер, они… Хорошо, а этот прибор, он сейчас, мы услышали, что тестируется. Каковы вообще шансы, когда он будет внедрен? И каковы шансы его распространить по территории страны? Ну, в стране таких приборов много. Так, и что же тогда? А это значит, что таким приемом пользуются очень многие неврологи. Поэтому в сюжете, пусть телезрители простят, так сказать, говорящего в сюжете, это не апробация, это работа, уже работа на такой методике. Найти какой-то протокол для какого-то, так сказать, варианта заболевания. Да, на это нужно отдельное время. Но эта методика уже широко распространена. Она распространена в мире, она распространена относительно широко в России. И те новости, которые найдут наши коллеги в нашем НИИНРНУ, они добавятся к тому, к тем возможностям, которые открывает человеку, вот такая неинвазивная стимуляция мозга, или, как я сказал, пробуждение мозга. Прозвучала рабочая память, пусть рабочая память улучшится, дай Бог. Найти тот участок, который поможет этому человеку. Ну и, пожалуйста, вот вам нейрореабилитация. Это ведь реальные нейрореабилитации. То, что там наши студенты участвуют в отработке, это какой-то протокол. А реально, это реальная реабилитация с помощью такого. Профессор, я благодарю вас за участие в нашей программе. Я думаю, что это далеко не единственные разработки, которые есть у вас в НИИ. Но мы будем ждать их результатов. А с нашими зрителями прощаемся и увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо за внимание. До свидания.